Телеканал Новая Одесса продолжает свой марафон, посвященный 219-летию днём рождения города Одессы. С вами мы, Ирина Коробко и Антон Равицкий, который опередил меня и не дал сказать первое, не дал сказать. Вот такой вот ты шустрый. Вот такой ты шустрый. Сегодня Одесса отмечает 219-й день рождения, день праздничный, торжественный. Мы работаем в прямом эфире только для вас, дорогие зрители. 709-1010 наш телефон горячей линии. Если хотите поздравить Одессу, Одессита, если хотите дозвониться к нам, сказать что-то, что-то, сказать без разницы что, я думаю, что всё-таки сегодня это будут максимально приятные слова. Звоните, мы ждём ваших звонков, нам передают от вас поздравления, передают слова благодарности, замечания и так далее. Мы рады любой вашей оценке, потому что мы сегодня работаем только для вас, и наши съёмочные группы продолжают работать во всех уголках нашего города. Абсолютно верно. Всё самое интересное в сюжетах наших журналистов. Мы приближаемся к завершающей стадии сегодняшнего празднования города. Это галоконцерт. Мы будем его отслеживать, мы будем вам показывать его. Всё до самого конца, до финального, последнего, наверное, взмаха руки, до последней вспышки салюта. Всё это будет в телеэфире телеканала «Новая Одесса». Всё это время мы будем с вами, а пока мы поговорим вот о чём. В День города принято говорить. Принято говорить о людях, которые являются его покровителями, фундаторами и так далее. И всегда считалось, что городской голова – это лицо того самого города, который он представляет. Когда Алексей Костусев стал городским головой, он обещал, что будет вторым Решилье, и что город будет таким, как в XIX веке. Сложно сказать, но что касательно второй части его обещания, то, похоже, мы приближаемся к этому уровню с состоянием нашего и электроснабжения, и автомобильных дорог, и так далее, и так далее. Есть очень-очень много вопросов, которые, наверное, в XIX веке решить было очень сложно. И вот сегодня мы почему-то скатываемся к тому уровню. Обычно в День города, в День рождения, принято подводить итоги, принято говорить о том, что удалось сделать за это время, за эти годы. Однако же, по истечении практически трёх лет правления Алексея Алексеевича, итоги подведены, как таковые, в общем-то, не были. Почему так произошло, мы сейчас говорить об этом, наверное, не будем. Просто это не помешало подвести те самые итоги нашим корреспондентам. И мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивный материал наших коллег. 31 октября 2010 года Алексей Костусев выиграл выборы городского головы Одессы, опередив ближайшего соперника, действующего городского головы Эдуарда Гурвица, более чем на 20% голосов. С этого момента Костусев занял самое мягкое кресло на Думской и возглавил муниципалитет. Каждое заседание городского совета проходит под аккомпанемент митингов, пикетов и акций протеста. Только недовольство властью и одесский черноморец способны собрать в одном месте такое количество людей. Однако городской голова, как правило, не находит в себе сил выйти и поговорить с возмущенными одесситами. Я себе слабо представляю. Я сейчас оставлю зал, оставлю сессию, проявлю неуважение ко всем вам, пойду туда. Потому люди, пикетирующие Гурсовет, вынуждены прорываться в него силой и захватывать трибуну. Неудивительно, что после такого, даже вышедшего из уютного сессионного зала мэра, одесситы встречают без радости. Самым громким скандалом, связанным с Алексеем Костусевым, стал арест его заместителя Николая Ильченко в сентябре 2009-го по обвинению в получении взятки. Мэр сразу же окрестил ситуацию театральной постановкой, а обвиняемый вице-мэр сказался больным. В настоящий момент медиками был зафиксирован факт повышенной температуры, раз был зафиксирован факт повышенного артериального давления, общие признаки недомогания и ОРЗ. Позже дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а Николай Ильченко повторно назначен на должность первого заместителя городского головы. Взятки не было, но осадок остался. Я же везде ставлю работать профессионалов. Но это нюансы. Обратимся к фундаментальному, предвыборным обещаниям Алексея Костусева тогда еще будущего мэра Одессы. Предвыборная кампания Алексея Костусева содержала в общей сложности 42 обещания и почти наполовину совпадала с предвыборной программой городской организации партии регионов, от которой Алексей Костусев был выдвинут кандидатом в мэры и которая имеет гарантированное большинство в гурсовете для реализации любой программы. Я говорю открытым текстом. Это мне было сказано со стороны политиков, которых знает вся страна. Объединятся, Алексей, вокруг тебя все оппозиционные в Одессе? Будут эти выборы? Нет, не будет. Мэр обещал разобраться с тарифами и монополией на рынке услуг ЖКХ. В сфере образования тарифов с ноября 2010 по ноябрь 2012 в Одессе не было принято ни одного стратегического решения. Поэтому говорить об экономической и социальной обоснованности тарифов не приходится. Правда, мэр успел проиграть суд самому себе. Игра в одни ворота или раздвоение личности? Одесский городской голова снова проиграл суд самому себе. Сегодня апелляционный хозяйственный суд признал удовлетворенным иск первой инстанции, поданный Алексеем Костусевым еще в 2008 году Одесскому горсовету о неправомерном повышении тарифа в 4 раза. Как известно, отвечать на иск Костусева пришлось ему самому, так как к моменту рассмотрения заявления он стал мэром. Однако Костусев мэр подал встречный иск Костусеву депутату о недоказанности вины. Несмотря на это, мэрии продолжают готовить встречный иск. А пока в пинг-понге со счетом 2-1 лидируют депутаты. Мэр обещал реконструировать систему теплоснабжения города на основе современных технологий. Но ведутся только ремонтные работы, которыми сам городской голова доволен. Каждый непредубежденный одессит видел в прошлом году, видит в этом, в каком состоянии было городское хозяйство, в каком состоянии были дороги в прошлом сезоне и в каком состоянии мы поддерживаем дороги в этом более снежном году. Наиболее циничными с высоты 2,5-летнего мэрствования Алексея Костусева кажутся обещания в сфере экологии. Программа «Чистый город» совершенно не сочетается со сливами канализации в Аркадии и Лузановке и предприятиями «Вонючками». Спустя время мэр не стесняется расписываться в собственной беспомощности. Вы в этой проблеме уже 4 года, да? А я мэр полтора. У вас нет, у вас тут больше, может быть, вы... Может, мне вам не надо говорить, почему вот из года в год эта проблема не решается? Может, вы подскажете, что надо сделать, что мне сделать, как мэр, для того, чтобы эту проблему решить? Также мэр свято обещал не допустить в черте города строительство экологически вредных предприятий. Выгодное обещание на фоне того, что предприятие в городе не строится вообще. Зато земля в парках и скверах уходит с молотка на ура. Захваты территорий в парке Шевченко, раздачи дачникам 46 соток в Атраде, нынешний захват парка на 13-й станции Большого Фонтана, заброшенное строительство парка на поселке Котовского, вырубка под ларьки и сквера возле рынка Южный – это только малая часть. Не ликвидировал Алексей Костусев в городе ни одной свалки, как обещал. Не построил и мусороперерабатывающий завод. Ситуация со свободным доступом на пляжи ухудшилась в разы. Скандалы, которые будоражат два лета подряд Одесское побережье, уже вышли за рамки города и ими заинтересовались даже в Киеве. На местах недовольных одесситов называют дежурно – провокаторы. Это определенная группа провокаторов. Сегодня мне позвонили, что эти люди находятся возле ауры. Они приходят, ведут себя безобразно, как мне говорят. Но сегодня мне позвонили, сказали, что опять они появились. Я сказал, их не трогать. Костусев же заявил, что проблемы пляжей не видит вообще. Поскольку ИТАКа практически осталась единственным, кто вызовет себя вызывающим, мы вынесли вопрос на исполком, чтобы показать, что мы будем бороться до конца, будем бороться решительно. У этих людей завтра исчезнет вода, в крайнем будет отключена канализация, при входе начнутся раскопки, как они, так и мы. За последние три года скандалы в сфере строительства приобрели катастрофические масштабы. Климовский квартал, черная дыра на Греческой площади, дом-стена, надстройки мансард на памятниках архитектуры. После обрушения дома на Куйбышево, под завалами которого оказались два человека, прошло три месяца. Пострадавшим не только не предоставили крышу над головой, но и продолжают присылать счета за коммунальные услуги, якобы предоставляемые жильцам рухнувшего дома. Это было трехэтажное здание с полуподвалом. Вот третий этаж упал на меня, я на втором. Вместе со вторым, вместе со мной упали на первый. И еще в полуподвал. Сейчас мне жить негде, у меня жена и ребенок. Жена сейчас у знакомых, ребенок у дедушки. Исправить ситуацию застройки города мог бы хороший генплан, но нелегитимный документ, который пытался протащить на голосование мэр, не только не исправил бы ситуацию, но и узаконил разбазаривание Одесской земли. Неудивительно, что одесситы вышли на улицы и заставили городского голову снять вопрос с голосования. Власть не решилась идти против общественного мнения. Она испугалась минимального объединения людей, ведь даже еще люди не выходили на митинг. На моей памяти это, пожалуй, один из первых случаев, когда за последний год, когда люди стали требовать соблюдения своих прав и сумели добиться, чтобы власть отступила. Одно из самых громких обещаний Костусева – Одесса больше не будет брать кредитов и возвращать их из карманов горожан. Его мэр нарушил сразу же. Мы заняли жесткую позицию – отдавать старые долги, при этом не делая новых долгов. Я работаю над тем и заставляю все экономические и финансовые службы работать в этом направлении, чтобы взять кредит в гривне, равной сумме этого кредита во франках. Я подчеркиваю, не на копейку больше. Отдать франки и затем рассчитываться по гривне. Предвыборные обещания о создании новых рабочих мест растворились в целеустремленном и беспощадном уничтожении малого и среднего бизнеса. Мы выкинулись с рынка вместе с товаром, избили меня. На глазах моего ребенка, вот и кезде, которые стоят. Алексей Костусев полностью провалил свои обещания в транспортной сфере. Создание в городе аэропорта европейского уровня обернулось скандальным выводом аэротерминала и собственности города. Не смогла команда Костусева и в полной мере обеспечить комфортные условия для инвалидов в городе, что касается реализации программы о социальном и доступном жилье в Одессе, то красноречивой иллюстрацией этого обещания является многочисленной акцией обманутых инвесторов с требованиями достроить их жилье. Зато о себе мэр Костусев позаботился. Я сегодня сдаю свой киевский дом. Его стоимость в нынешних условиях порядка 12 миллионов долларов. Вы эти гроши накупите человек за рахунок чего? Я получил наследство. Был, к сожалению, человек, с которым мы дружили 50 лет. Это друг еще моего отца. И когда он умер, он оставил наследство. Это не очень такое большое наследство, но это квартира в Киеве и машина-грузовичок Митсубиси. Кроме того, оказалось, выполнение обещанного, которого обычно 3 года ждут, у Костусева растянулось на гораздо большее время. Мэр рассчитывает на второй срок в своем кресле. Моя программа рассчитана на 10 лет. И она должна быть выстроена вся на 10 лет. Как мы будем развивать наш город? Тоже болтология! Действительно болтология. Все розданные перед выборами обещания мэр затер в буквальном смысле. Блок А Костусев, зарегистрированный ранее для ведения от лица тогда еще, кандидата на пост городского головы Одессы 5 апреля был удален из системы LiveJournal. Официальный личный сайт мэра Костусев.info спустя 2 месяца после избрания сообщал, сайт временно закрыт, ведутся технические работы. Технические работы продолжаются до сих пор. Зато страничка на Фейсбуке чрезвычайно активна. Что же удалось Алексею Костусеву? Одним из своих главных достижений городской голова считает принятие устава города. Город пришла европейская власть, настоящая. Все. Город будет таким, каким он был в 19 веке, когда он был на взлете. Поверьте мне, я сделаю все для того, чтобы войти в историю города и стать вторым арешилье. Других целей у меня нет никаких. Стоит ли говорить о качестве команды Костусева, профессионалы которой, то и дело становятся фигурантами уголовных дел. И я очень рад, что в городском завере будет работать мощная, новая, сильная команда. С декабря 2010 по июнь нынешнего было задержано не менее 30 членов той самой команды, попавшихся на взятках. Вот самые громкие из них. 1 июня 2011 по делу о получении взятки был задержан 26-летний Андрей Диченко, замначальника управления экологии Одесского гурсовета. Вместе с Диченко попался его непосредственный шеф, начальник управления Игорь Дербоглав, который факт своего задержания отрицал. Спустя 10 дней милиция официально подтвердила, что Дербоглав был задержан за взятку. 25 августа 2011 задержали 56-летнего начальника коммунального предприятия парка Шевченко Игоря Челлидзе, который требовал и получил взятку в размере 2000 гривен. В сентябре 2011 года арестовали 7 взяточников, в том числе был задержан вице-мэр Николай Ильченко. Это крупнейшее задержание столь высокопоставленного чиновника за последние 20 лет не только в Одессе, но за всю историю независимой Украины. Ведь на рабочем месте задержали не просто заместителя, но исполняющего обязанности мэра миллионного города, человека очень близкого к Алексею Костусеву, фактически являвшегося его теневым казначеем, на которого на момент служебной командировки Костусев возложил исполнение своих обязанностей. В тот же день, 22 сентября, в рамках оперативной разработки в отношении Ильченко, в разных концах города с поличным были также задержаны депутат Одесского городского совета от партии регионов Олег Гацуляк и директор коммунального предприятия «Побережье», обслуживающего одесские пляжи от рада «Дельфин Аркадий и Чайка» Олег Кухтей. В 2012 году таких задержаний было 9, в том числе 26 января 2012 задержали главного коммунальщика города Ивана Познякова, родного брата третьей жены мэра Костусева, которую, по словам самого Костусева, он оставил в Киеве. 3 июля 2012 на очередной взятке попался замначальника управления архитектурой и градостроительства Одесского горсовета, главный человек по застройке в городе Алексей Чуев. Чиновник получил порядка 35 тысяч долларов США за 7 разрешений на установку незаконных ларьков. Задержали Чуева на одном из городских рынков, когда он пытался обменять меченые купюры на чистые украинские гривны. Задержание происходило довольно шумно. Это абсолютный рекорд для мэрии Одессы. Главная улица нашего города Дерибасовская превращается в огромный ресторан под открытым небом. Памятники архитектуры уходят с молотка или превращаются в труху. На Думской площади перед самым зданием муниципалитета импровизированный зоопарк, созданный уличными фотографами, эксплуатирующими животных. Раз в месяц-два городской голова берет в руки пилу или кувалду и демонстративно сносит незаконную торговую будку или распиливает упавшую ветку. В то время, пока город переживал ураган, мэр Костусев проводил время в элитном ночном клубе. Ближе всего к народу народный мэр на плакатах, бигбордах и сетилайтах, которые заполонили город. Поэтому неудивительно, что на день рождения мэру-хозяйственнику одесситы с присущим им чувством юмора дарят кактусы и прописывают клизмы. Городской голова, который должен считаться воплощенным символом города, остается таким только на рекламных плоскостях и в своем воображении. Мы продолжаем работать в прямом эфире в телекомпании «Новая Одесса». Продолжает праздничный телемарафон к 219 дню рождения нашего города. Абсолютно верно. Вы просмотрели фильм, подготовленный нашими коллегами, который рассказывает о том, как складывались три года, когда у власти находился господин Костусев. Человек, который обещал, что Одесса переживет новый рассвет. Но пока что мы действительно отброшены в прошлое, потому что все это уже было. Все это когда-то исправляли другие люди, а теперь нам снова предоставляют шанс перестроить Одессу заново, по большому счету. И пока мы пребываем в состоянии заката, если можно так говорить, как бы это ни печально звучало. Особенно не хотелось бы говорить об этом в день рождения. Праздник все-таки светлый, но тем не менее, не зря говорят, наверное, что день рождения бывает и немножко грустным праздником. Вот сегодня он у нас такой веселый, радостный и легкий, немножко с грустинкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова